Это мяч такой же старый, как и я. Я прошлое Приднестровского баскетбола, а сейчас на площадке будущее. Этим парням до 16 лет. И давайте знакомиться с будущими звездами Приднестровского баскетбола. А нет, я все еще не так и плох, как думаю. За кого болеете? За Дубосары. Почему? Потому что я мама мальчика в Дубосарах. Под кем номером играет? 23 номер. Потому что Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Нет, потому что Сербин Артем дважды был лучшим игроком Молдовы. У-16 и У-14. И даже один раз он в этой. Гордитесь? Очень горжусь. И не только я, и папа очень сильно из-за этого. Папа освобождает меня от всех работ, когда у него идут соревнования. И я стараюсь быть всегда рядом с ребенком. Штоплина, рассказывай, как тебе баскетбол? Нравится мне баскетбол. Да вату катаю. Сколько ты тут очков бы набрала бы? Десять. Десять? С пацанами? Да ладно. Непривычно наблюдать, чтобы бендеры столько проигрывали. Что происходит? Ну, к сожалению, именно эта группа год набора осталась без должного внимания. тренера, которые с ней работали, к сожалению, подкинули в школу. И в основном работают совместители с этой командой. Ну, уровень, конечно, подготовки намного ниже. Ночь не спала, волновалась. Ну, все хорошо закончилось. У вас такой опыт большой, вы Евролигу выигрывали, а тут Ю-16, вы ночью не спали перед игрой? Ну, это нормально. Если думать, быть уверенным в победе, то ничего не получится. Ну, на тебя обращают внимание девчонки? Ну, то, что ты баскетболист, как-то тебе плюс? Я не обращаю внимания. На девчонок? Я занимаюсь баскетболом. Да ладно. Мне оно не надо. Серьезно. Сейчас не надо. А когда надо будет? Потом после 18. После 18. Так папа сказал? Нет, так я сказал. Кто круче, баскетболисты или футболисты? Ну, я считаю то, что баскетболисты. Для меня. Почему? Ну, некоторые баскетболисты высокие, а меня это привлекает, так сказать. Да? Они сильные. Да. Что еще в баскетболистах круто? Как сказать? Выносливые. Да, у них реакция хорошая. Если прилетит мяч, то они могут его поймать, защитить. Часто в тебя мяч прилетал? Ну, был один раз. Почему вы сына дали в баскетбол? Он сам захотел. Это его желание. А под каким номером играет? Ну, он пока на скамейке запасных сидит. А он выйдет сегодня? Ну, наверное, я не знаю еще. А в последнем не ругаетесь, не говорите, почему он не играет после. Нет, у нас замечательный тренер, и он сам решает, когда кого выводить на поле. Немножко делится, но лучше на площадке, чем на скамейке. Это понятно, но тренеру виднее. Посудить эту игру. Я всегда честный арбитр, независимый арбитр. Мне не интересно, кто победит. Победит сильнейший баскетбол, ты сам это прекрасно знаешь. А потом же папа тебе будет предъявлять, что ты свистнул, там не было пробежки. Получит техническое замечание. Василий Вячеславович, один из судей сказал, что если будете много разговаривать, то он вам технарь даст. Такое в практике уже было. А конфликта интересов нет? Нет. Каждый из нас должен заниматься своим делом. Я должен заниматься руководством команды. Игроки должны играть в баскетбол. Судьи должны заниматься своим делом. А у нас зачастую такое бывает, что люди пытаются. Тренеры учат судей, судьи учат баскетболистов. Когда каждый знает свое дело, тогда нет много интересов. Но судья ваш сын. Знаю, получал теоретический гол. Бывало, но да, был неправ. С кем вы сегодня играете? Сегодня мы играем с Тираспелем 2. Сколько очков наберешь? Очков 10 точно не беру. Давай 20. Я постараюсь. Давай 20 очков и 10 подборов. Я постараюсь. А что будет, если не наберешь? Давай, если наберешь 20 очков и 10 подборов, я тебе куплю гамбургер. Договоримся. А если нет, то ты 50 раз отжимаешься. Подряд. Подряд. Договорились. Давай рассказы. Сколько ты вчера набрал? 17. А подборов? Много. Ну сколько? Ну сколько, 12. 13. Все равно даже вы договариваете на 20 пол и 10 подборов. Все равно в сумме не получается, не будет так. Понравишь? С мальцом и делаем. Начинаем. Давай. Покажи, как ты болеешь. Как надо болеть, чтобы команда выиграла? Ура! Давайте! Вот так надо. Тренер Ю-16 сборной Молдавии. Как раз играешь в 11-летний парни. Кого уже присмотрели? Кто может поехать на Евро? Этот возраст я уже просматриваю с 14 лет. Два года назад я для себя определил круг лиц в количестве 30 человек по всей Молдавии. Я их уже отслеживаю два года. Надеюсь, что костяк этой команды будут мои ребята с Тирасполя. А не то, что первое им хорошо, они со мной рядом. Они знают меня, знают мои требования. Но к июню, когда начнутся сборы основные, мы увидим. Я думаю, что будет очень хорошая команда. И я думаю, что будет много ребят из Приднестровья. А возьмете два парня, 32 годика которому? Да, мы сделаем документы ему хорошие и возьмем. Все, договорились. Продолжение следует...